Компания Huawei в Лондоне презентовала свои новинки. Умные часы, фитнес-браслеты и смартфоны. Mate 20 Pro, именно эта модель гаджета, будет продаваться в Беларуси только в зеленой расцветке. У смартфона несколько важных нововведений, которые, возможно, в ближайший год будут определять развитие рынка умных телефонов. Надо сказать, что в новинки постарались вместить все технические наработки, которые сегодня есть у Huawei. Наш корреспондент Наталья Козей побывала на презентации и узнала, чем новые гаджеты могут быть полезны нам с вами. Неподалеку от королевских доков находится знаменитый лондонский выставочный центр Excel, который известен тем, что в 2009-м здесь прошел саммит G20, а в 2012-м во время Олимпийских игр центры разделили на 4 спортивных зала, в котором проводились соревнования по тэквондо, боксу, карате, настольному теннису, тяжелой атлетике. Что ж, не только большая политика и большой спорт. Нынче в центре внимания высокие технологии. Тысяча журналистов, гостей и партнеров со всех стран мира. Они приехали в Лондон, чтобы первыми увидеть новинки от Huawei. Четыре смартфона, часы и фитнес-браслет. Самым любопытным для белорусов и доступным уже совсем скоро будет смартфон Huawei Mate 20 Pro. Несущая рама металлическая, задняя панель из стекла. Мы увеличили яркость дисплея для удобного восприятия на ярком солнце. Также мы встроили в дисплей оптический сканер отпечатков пальцев. Здесь, вверху, есть система 3D распознавания лиц с инфракрасным излучателем. На разблокировку лицом у вас уйдет всего 0,6 секунды. А вот так с помощью 24-мегапиксельной фронтальной камеры можно отсканировать, например, игрушечную панду. Видите? Индикаторы распознают секции вращающегося объекта, которые необходимо отсканировать. Меньше чем за минуту панда оживает и теперь своего нового друга смело отправляйте на прогулку по дополненной реальности. И все же акцент производитель сделал не на игрушке, а на мощный процессор и более живучую батарею. Всего за полчаса заряд Mate 20 Pro получится восполнить до 70%. Это действительно хороший телефон. Я очень впечатлен возможностями камеры. Это то, что было улучшено. Я использовал телефон несколько дней и уже могу судить о работе батареи. За целый день ни разу зарядка не понадобилась. В первую очередь я впечатлен процессором, продолжительностью жизни батареи. Мне не терпится это проверить. Я ждал большой телефон очень давно. И, конечно, мне интересны опции камеры и всего остального. Проверим. Еще одна важная новинка – двойной искусственный интеллект. Гаджет оснастили двумя со-процессорами. Они способны распознать до 4600 изображений в минуту. Одна из особенностей Mate 20 Pro – это возможность сделать макроснимки на расстоянии 2,5 см. Что ж, сейчас проверим. О, видны даже волоски на руках. Ну, а еще уверяет производитель, что этот новый гаджет гораздо лучше снимает в сумерках. Ну и плюс искусственный интеллект теперь все решает за меня и сам настраивает все параметры съемки. Система стабилизации изображения, режимы с продвинутым подавлением шумов и отслеживанием движения в кадре при съемке видео. Здесь также можно наложить отдельные эффекты на выбранные объекты в реальном времени. Цена Mate 20 Pro в Европе – 1050 евро. Купить новый гаджет в зеленой расцветке можно будет и в нашей стране. Точную белорусскую стоимость объявят позже вместе со стартом предзаказа. Это произойдет до конца осени. Наталья Гази, Александр Кривецкий. Наши новости. Лондон. Великобритания.